Ну вот, дамы и господа, центр Братиславы. Это главная их площадь. Ух ты! Как тут интересно. Тоже что-то есть посмотреть. Я думал, тут будет гораздо хуже. Ну что, начинаем ходить, примеряться, чуть-чуть бухать и кушать национальную словацко-братиславскую еду. Буду пробовать эта земля-кала-флашка. Видите, получается, у них здесь все на функциональной такой форме славянской. Сзади чувачок. Готовят их вначале, ну их разливают как бы во фритюре. Они расплашмя готовятся. У меня ощущение, что это обычные драники. Стоит такая штука 3 евро. Попробовать надо, потому что в Праге я почему-то такого не пробовал. Посмотрим. Как оказалось, это обычный драник. Он пересолен сильно. Специфично, скажем так, очень специфично. Но обстоятельства спасает белый глинквей. Кстати, белый глинквей тоже оригинальный. Бед по мозгам. На голодный желудок. Конечно, такой готический стиль. Бор Святого Мартина. Здесь как-то проходила городская стена. Вот. Ну, честно, конечно же, после Праги это очень все простенько. Хотя для туриста, который впервые подобное за границей, это будет интересно. Ну что, догадайтесь, кто это. Внимательно присмотритесь. Видите мальчика наверху великана. С одной стороны это великан, с другой стороны не совсем так. Посмотрите внимательнее на эти фигуры. Кого напоминает на одной ноге? Стойкий овлянный солдатик. Голый король. Какие-то синичка тут. И улитка. Не знаю, но это явно Андерсон. Крутой чувак в мире сказок. Чувак называется Чумила. Его здесь установили именно для того, чтобы было много споров, что он здесь делает. Кто-то говорит, что он приносит удачу. Кто-то говорит, что он подсматривает за девушками. Очень такой интересный у него взгляд. Наверное, это главная достопримечательность всей Братиславы. Все, пошли отсюда. В Братиславе оригинальная сервировка. Дает вот такой вот чайничек.